всем привет кэпу мониторов сегодня я не один сегодня я с помощником это мой сын артур и сегодня он предложил нам кое-что из своей личной коллекции вот этот персонаж заменит ну кого-нибудь из других игровых персонажей можно сказать по-быстренькому кто это и откуда это теневой фредди ну по переводу вот он из игры финансы фредди со второй части это хора игра вот и я делаю коллекцию разных плюшек таких из этой игры вот такая вот штука если вы не знали то будьте в курсе это довольно популярная серия и артур ее большой поклонник и у него есть уже приличная коллекция но сегодня мы будем рассказывать не об этом сегодня мы устроим маленькую распаковку вот видите у нас здесь на собиралась несколько посылок и сегодня мы их распечатаем посмотрим что там сразу вам скажу что ничего особенно редкого и такого уж вау здесь не будет по большей части это ну что-то такое стандартника что-то закрыть просто какие-то нюансы в коллекции но тем не менее надеюсь будет интересно распаковка конечно не большая и не лютая но тем не менее должно быть интересно поэтому давайте все эти коробочки отложим в сторону и будем постепенно открывать их наверное начнем с какой-нибудь самой маленькой так так интереснее думаю так коробочки мы отложили в сторону будем доставать по одной я совсем забыл что нам же понадобится сегодня наш незаменимый резачок но прежде чем начать распаковку я хотел бы вам показать одну игру которая является самой ценной игрой в моей коллекции игра это называется fifa 13 это самое да я знаю есть много фиф так называемых с разными цифрами но 13 это самая-самая редкая и самая дорогая ее найти крайне сложно особенно с с вот этими стиками фифовскими настоящими это просто изюминка моей коллекции поэтому если вдруг где-то вам попадется знаете это супер редкий экземпляр это я к тому что сегодня особо редкого ничего в посылках не будет поэтому я вам решил показать хотя бы одну раритет нишу игру ты играл в эту игру я нет но я помню я играл fifa 15 но поверь это не сравнится 13 самая крутейшая 15 много легко найти ладно все на этом закончили переходим по ссылкам вот она у нас первая коробочка я конечно помню примерно что в этих посылках все-таки я заказывал я их выбирал но вот эта посылка она совместно с последним большим боксом то есть это от одного продавца от одного человека поскольку не столько продавец это все это по сути нет почти все три из из четырех посылок я купил на французском авито скажем так называется он любом coin это аналог аналог авито только во франции и в принципе это один из таких самых один из интереснейших одна из интереснейших площадок на которых частенько можно найти что-то что-то действительно интересное так коробочка открыта я специально сохраняя интригу давайте начнем с чего-то вот наша первая игра игра называется resident evil revelation ее у меня в коллекции еще не было ну это логично да наверное я бы ее не брал и скажу больше в моей коллекции пока на ps3 вообще нет резидентов то есть я знаю прекрасно что они довольно распространенные особенно 6 5 тоже много вот этот встречается чуть реже но в принципе все равно не сказать что супер уж какой-то раритет но мне очень нравится обложка вот эту обложку я для себя обозначил таким интересным именем на что похоже артур как считаешь ну да это так есть это ты просто сказал то что на самом деле есть но на мой взгляд это очень похоже на стиральную машину разве нет посмотрите кого-то засунули в стиральную машину и он там бедняжка рукой вот я называю это резидент который стиральной машине так внутри у нас комплект я надеюсь здесь все комплект потому что я проверял конечно старался там проверять я вам потом расскажу одну маленькую историю по этому поводу по поводу проверок здесь комплект но к сожалению мануальчик он вообще прямо такие как видите очень маленький всего лишь один листик я надеюсь кстати ребята у кого есть такая игра подтвердить пожалуйста мануал существует ли еще какой-то более полноценный мануал либо она действительно идет вот в таком виде это европейка у нас если у кого-то есть коллекции пожалуйста напишите в комментах насколько это полная версия сейчас еще по быстренькому гляну диск ну с дисками на ps3 как правило если уж не совсем какой-то там безалаберный хозяин был то как правило все хорошо вот наш первый экспонат готов я помню у меня была демо версия игры resident evil revelation на диск на ниндендо 3ds вот и ты тоже я помню конечно она до сих пор там висит я кстати встречал на деску я хотел найти на деску именно полноценный диск не демо но к сожалению все время попадалось либо в очень плохом состоянии либо просто сам картридж без коробки ну а это сами понимаете не комплект неинтересно а игра особенно на деске она на мой взгляд даже лучше приятнее выглядит ну портативная плюс там эффект 3d этот есть на ps3 например или на ps4 она тоже выходила на ps4 там уже конечно слишком видно устаревшую графику но в целом игра неплохая давайте не будем затягивать потому что в первое первые две получается первые части они получились очень скучными и затянутыми поэтому ну давайте попробуем в этот раз более динамично и ускоренно следующий персонаж наши сегодняшние распаковки это walking the walking dead второй сезон вот это уже игра которая встречается реже как ни странно по крайней мере на ps3 то есть на ps4 возможно она почаще попадается на вот на ps3 это довольно редкий экземпляр и в принципе за нее просят уже не совсем маленькие деньги но это как повезет мне мне вот повезло и опять-таки опять-таки ситуация с мануалом у нас он кстати симпатичный здесь вот зомбики там все арт арт сам по себе симпатичны но опять же он очень тонкий всего лишь сколько тут 44 странички то есть опять эта история но это уже это уже у нас какой год 2014 года это одна из одни из последних игр поэтому там уже конечно с мануалами все было печально но зато насколько я знаю платина здесь по трофеям платина здесь просто элементарная вам просто нужно пройти игру независимо даже как и и какие выборы вы будете делать вы все равно получите платину по моему если не ошибаюсь во всех играх так telltale games кстати вот возможно из этого тоже игра сейчас станет более востребованы вы знаете что telltale games все умерла закончилась жизнь ее творческая поэтому возможно игры сейчас немножко больше интереса у коллекционеров начнут вызывать окей с этим закончили давай дальше давай нам следующую посылочку ну любую там выбирай вот здесь здесь у нас одна игра я знаю какая я знаю какая и артур ты ее тоже сейчас узнаешь сразу же потому что ты ее в нее играл и более того ты ее записывал ты записывал прохождение несколько серий для этого канала и более того буквально вчера в комментариях под последним роликом написали что очень хотим продолжение прохождение этой игры но вот тут уже наверное к тебе вопрос поскольку ты ее начинал проходить поэтому и тебе отвечать на этот вопрос но ты уже узнал да что за игра поэтому можешь отвечать будешь ты идешь дальше проходить точнее не дальше а теперь придется сначала потому что мы до этого мы играли на иксбокс 360 записывали с иксбоксом ну я с радостью вы опять бы прошел ее и возможно до конца вот вот раз скажи все зависит от ваших лайков как если будет много лайков то будет много то точнее тут возможно будет продолжение ох у нас здесь записочка от продавца опять спасибо хорошей игры и имя спасибо и вам у нас там были некоторые проблемы долговато шла игра в посылки все никак не могла дойти но в итоге все хорошо вот такая игрушка как она правильно на русском называется облачно возможно осадки в виде фрикаделек вот я вспомнил кстати это европейка но это английский вариант мы мы живем во франции поэтому у нас в основном вот например эта игра она идет аннотации на на французском и собственно ну здесь с обложка повезло обычно бывает зависит от игры некоторые названия переводят то есть конкретно вот эту игру я видел французский вариант и здесь как бы по-французски название не помнишь в общем на французском здесь было название я не очень люблю если честно когда они переводят название ну наверное та же самая история с русскими играми да когда там infamous переводят как как его перевели кстати забыл дурная слава или что то такое ну не знаю на мой взгляд лучше когда оставляют оригинальное название но это английская версия имеется ввиду UK поэтому здесь здесь и название на английском и все остальное мануалы все на английском здесь все хорошо полная версия мануал здесь толстенький приятненький но оно и не удивительно потому что как вы видите игра red label из ранних ну относительно ранних сейчас я вам скажу это 2009 год игра от Ubisoft игра кстати неплохая в принципе она хоть и по фильму сделана но она вполне себе заслуживает внимания но Артур вам больше может сказать потому что он в нее играл как тебе игра я помню это было давно и я ее проходил и мне довольно понравилось ну например в сравнении с какой-нибудь другой детской игрой потому что эта игра в принципе для детей естественно как и мультфильм но и не только для детей потому что мне кажется и взрослым вполне может зайти в сравнении например не знаю с кунг-фу пандой лучше или хуже ну они все двое хорошие но я думаю кунг-фу панда да она получше первая часть по крайней мере она действительно неплохая игра была мы ее с большим удовольствием прошли и может быть еще когда-нибудь пройдем вот другая сторона и вот такая красивенькая этот диск вполне себе эта копия она вполне себе не часто встречается то есть уже довольно дорогая и редкая ну относительно конечно же все относительно в нашем деле дело в том что вообще вот эти вот игры по мультфильмам там по диснею по дримворкс ну в данном случае от юбиков но все равно по мультфильмам они в принципе все в той или иной степени они ценны есть конечно те которые чаще встречаются есть те которые вообще сложно найти но практически все игры по мультикам они довольно редкие почему-то да они редкие возможно это связано с тем что играют дети и дети не всегда очень бережно относятся к дискам и возможно многие из них просто умирают скажем так из-за этого их сложнее найти окей давай следующую посылочку а вот это вот я точно знаю что это как видите здесь надпись у нас japan post то есть это посылочка из японии прямо все клевенько с иероглифами японские игры ну соответственно да и игры здесь тоже японские их здесь две это уже где у нас нож делся это уже конечно моя слабость скажем так часть часть моей темы есть у меня несколько тем в коллекции блин как они все красиво запечатали даже не знаешь с какой стороны подобраться не молодцы хорошо упаковали есть у меня несколько таких тем скажем которые я сам себе избрал в коллекции и вот это одна из них то есть такие сеты но сеты сейчас вы все поймете сеты не по играм скажем там не по серии какой-то а наверное правильно будет сказать это по разработчику я большой поклонник ну в прошлой серии наверное кто-то уже понял когда я killer is dead показывал я большой поклонник студии grasshopper manufacture и еще у меня есть platinum games то есть вот эти две студии я для себя решил что наверное хочу собрать все игры студии grasshopper и все игры platinum games по крайней мере я начну с консоли ps3 а дальше уже будет видно и и вот первая игрушка от этой самой студии это японский вариант игры no more heroes вот только кстати я не совсем до сих пор не совсем понял вот опять же вопрос к вам знатокам кто в курсе вы наверное знаете что существует игра на ps3 существует игра no more heroes что там paradise ну сейчас где-то где-то здесь я картинку вам обложку добавлю uncut версия там еще очень интересно вот у меня ее до сих пор нет я ее очень ищу в инстаграме у ребят там в одном магазинчике очень интересном я находил эту версию но к сожалению опять же из-за того что живем далеко там с пересылкой в общей сложности получается дороговастенькая я конечно скрипя зубами не знаю думаю пока но блин дороговастенько а вообще эту игру я очень ищу так вот вопрос заключается в том вот этот red zone от версии paradise насколько он отличается и что в чем вообще разница вот такая версия red zone она выходила только в японии но при этом при этом есть версия paradise которая тоже выходила в японию значит соответственно эти игры должны чем-то отличаться возможно это вообще другая игра спин-офф но насколько я в интернете посмотрел то вроде бы это та же игра может быть с каким-то бонусами я не знаю вот вопрос в этом подскажите пожалуйста в чем отличие этих версий ух ты кстати они здесь в такой кулечек интересный упаковали я вот кстати еще один вопрос вопрос да точно еще один вопрос который давно меня беспокоит первый раз кстати вижу пакетики которые обычно вот здесь вот они открываются да такой лоток а здесь сбоку странно ну молодцы в любом случае это клево что добавляют такие приятности это не новая конечно игра она не была запечатана это бу версия но как я вижу в отличнейшем состоянии ну и вообще по вот этим моментам можно понять насколько отношения правильные внутри у нас здесь вот такая красота вторая сторона и давайте посмотрим что из себя представляет мануал все на японском все такое яркое цветастое посмотрите только на это я не знаю я специально сегодня мне ребят писали что наверное не стоит мне каждый ну по поводу прошлых роликов что мне не стоит каждую игру близко показывать поэтому ну сегодня я вот решил в таком формате не буду близко показывать ничего потому что ну вот это наверное максимально там если ближе подведу там фокуса просто не будет надеюсь вам так достаточно опять же напишите в комментариях хотите вы чтобы я показывал ближе либо и так сойдет вот такой у нас красивый цветной навороченный японский мануал вполне толстенький и очень цветастый вот это единственная игра грэсхопперов в которую я еще не играл вообще к сожалению на этой японской версии нет даже английского насколько я знаю поэтому блин придется разбираться в этих иероглифах но все равно на мой взгляд когда я в итоге найду No More Heroes Paradise то вместе эти ребята будут стоять отлично поэтому тем более недорого купил две игры вторая сейчас конечно же тоже вам ее покажу а да вот собственно вопрос в чем заключался я забыл задать его пакетики скажите мне пожалуйста кто знает где можно покупать пакетики пакетики ps3 ну и ps4 в том числе они там по размерам насколько я знаю они совпадают желательно не такие боковые ну или хотя бы такие неважно просто сам факт я даже не знаю как как я пытался найти там на ebay например даже не знал толком как как правильно они называются но там цены сумасшедшие там чуть ли не по одному доллару за пакетик это на мой взгляд это какой-то бред скажите если знаете где можно взять такие пакетики и вот он наш второй персонаж сегодняшний из этой японской посылки думаю многие из вас догадались что это за игра ну точнее узнали игру Shadows of the Den тоже от Grace Hopper Games но это японская версия сейчас я открою сначала эту и покажу вам почему почему я захотел себе в коллекцию эту игру потому что вот она европейская версия ну в принципе а американская она тоже не сильно отличается ну и вы видите наверное в чем разница обложка другая совершенно и обложка ну клевая на мой взгляд поэтому я не считаю что это стоит делать часто конечно же я со всеми играми но вот со всеми играми не буду так делать но наверное Grace Hopper Games это некоторые игры от Grace Hopper это моя слабость поэтому тут я решил ну вот украсть ну разве это не красиво по-моему это симпатично сейчас давайте посмотрим что внутри у нас к сожалению внутри нет реверсивной обложки либо какого-то бэккарта тут у нас все беленькое но сама накладка как правильно называется накатка на диск она тоже отличается сейчас я вам кстати покажу разницу вот японская вот английская точнее европейская японская европейская японская как видите накатка на диск и мануал все отличается у нас и кстати в этой версии есть хоть она и японская в ней идет английский ее можно полностью играть на английском мануал цветной у нас японии как правило мануалы цветные даже даже на поздних играх конечно все на иероглифах но по крайней мере можно будет порассматривать какие-нибудь картинки в общем как всегда приятный бонус к приятному изданию и клевой игре вот такой вот у нас сетик мини сетик получился ну хотя это конечно уже излишество некоторые из вас скажут что это излишество я тоже не очень люблю дополнять коллекцию японскими версиями но как я уже сказал в данном случае я просто не устоял есть еще одна игра от grasshopper которую я тоже хотел бы иметь и английскую и японскую и европейскую ну да как я и сказал хотелось бы есть такая штука хочется собрать все игры от grasshopper поэтому уж извините в данном случае я наверное не удержусь но все вот эти игры отличаются типа японской версии и европейской версии нет я думаю в данном случае это абсолютно одинаковые игры просто здесь нет ну точнее здесь есть японский язык и соответственно отличается обложкой картинками книжечкой и все сама игра я думаю я не уверен конечно я еще не пробовал японскую версию но мне кажется что игра абсолютно такая же вот вот такой у нас наборчик из японии получился и мы переходим к последней самой большой посылке на сегодняшний день тяжелая большая большая да я здесь уже получается сколько здесь 8 игр должно быть это та самая посылка которую которую мы открыли открыли самой первой это вот от одного человека она просто сказала что у нее не не уместилась не уместились все десять игр которые я у нее выбрал в одну коробку вот эту поэтому она добавила еще одну маленькую с двумя играми так как это дело открывается у нас тут новые вот эти коробки интересные почтовые которые честно говоря прям такой мини квест а видишь вот вам чаще читайте что пишут на коробке опа как все оказывается легко и просто и красиво такс окей давайте я как-то это дело не хочется спойлерить сразу все давайте по очереди а тут это японские или европейские нет здесь здесь преимущественно французские это во франции у нас сегодня только одна единственная посылка из из японии которые наверное вообще будет будут не очень часто на моем канале появляться потому что ну преимущественно у нас будут французские версии поехали первая игра из этой посылки Dead to Rights Retribution не сказать что какая-то редкая игра я в принципе вот она была последней которую я добавил уже просто для того чтобы было ровное количество 10 то есть я не уверен был что вообще хочу эту игру но с другой стороны сейчас вот я ее держу в руках и первое ощущение вот это приятное знаете когда бывает диск тяжеленький и вот это из той из той категории хотя это black label но по ощущениям он уже тяжеленький что же здесь внутри такое коробка да сама коробка хорошего качества такая плотная и мануальчик тоже не очень тонкий хотя и не сказал бы что что он толстенький почему-то наверное коробка сама по себе тяжеленькая мануал что у нас черно-белый да мануал черно-белый стандартненький обложка та же б-карта нет никакого белый ну в общем это такое знаете классика не сильно я так уж за эту игру думал просто взял ее бонусом скажем так поэтому не будем долго заострять внимание на ней так и вот второй вариант это то что мы уже видели да но сейчас достану ее вот это грубо говоря сложился сет у нас есть теперь первая часть сезон первый и есть сезон второй соответственно насколько я знаю третий последний сезон вряд ли выйдет на ps3 поэтому получается сет и это тоже обе эти игры они как я уже говорил встречаются не так часто telltale games то есть уже какой-то вес у них появился у этих игр ну я их по крайней мере не встречал часто по крайней мере на ps3 так у нас здесь что-то сзади немножечко пластик какой-то замятый на коробке и плюс вот эта наклейка дурацкая это наклейки из которые пищат на входе в магазине я уже точно знаю уже несколько раз было такое что я эту наклейку ее очень сложно убрать без последствий то есть саму наклейку отдираешь но остается вот этот сам клей липучий который не спиртом ничем потом невозможно удалить внутряшечка у нас такая простенькая но зато зато цветной мануал который вот кстати вот так красиво раскладывается в арт и он цветной внутри не небольшой 6 страничек но зато цветной поэтому вот такая штука есть своеобразный сет закрытые эти обе игры они ну как я уже говорил про вторую в принципе с первой та же история они довольно редкие довольно уже дорогие за них просит иногда поболее чем чем за стандартные какие-то чем за простые игрушки это уж точно не не call of duty следующая игра у нас dark sector сейчас сразу скажу 2007 год то есть это из ранних игр я эту игру проходил свое время она она была интересна это знаете это игра из той из той категории игры B класса B такого B уровня что ли то есть возможно когда ее делали возможно она не такая уж дешевая возможно когда они ее делали они рассчитывали что они делают AAA но по-моему в итоге она получилась вот как раз на таком средненьком уровне ну явно неплохая я люблю игры B категории поэтому это наверное один из одна из любимых моих не жанров а как правильно сказать то есть AAA знают все в AAA играют все а вот из этих игр иногда такие как remember me например вот она прошла довольно незамеченная а игра на мой взгляд офигенная была вот это что-то из этой категории интересный проект ознакомиться с ним стоит мне кажется если у вас будет возможность конечно не стоит бежать там отдавать все деньги чтобы найти эту игру но если попадется то советую ну хотя я честно говоря играл давно сейчас вот освежить нужно воспоминания вставить попробовать далее Alone In The Dark Inferno это вот игра с такой трагической наверное судьбой трагической для издателя для Atari потому что по-моему если я не ошибаюсь то как раз после провала этой игры Atari закрылись ищут обанкротились все Atari перестала существовать хотя вот сейчас насколько я знаю они немножечко опять пытаются вернуться даже там консоли какие-то вроде бы собираются выпускать но вот конкретно с этой игрушкой у них получилось идея была отличная франшиза сама по себе классная Alone The Dark которые были до этого были очень популярны и в целом идея хорошая по управлению потому как инвентарь был реализован ну и еще там каких-то новых штук они пытались сделать но к сожалению виден видимо то ли времени у них не хватило то ли что-то пошло не так и игра вышла очень забагованная к сожалению не собрала свою кассу тоже в нее давно играл поэтому конечно надо обновить воспоминания мануал у нас цветной толстенький цветной и ну вполне себе симпатичный тоже ничего ну что может быть особенного в мануале да поэтому просто как всегда приятный бонус для любого коллекционера игра у нас кстати я уже говорил или нет 2008 год Red Label 00422 игра Bless в данном случае у американки там немножко отличается обложка у него чуть по-моему вот блин вот по-моему что-то такое на американке то есть чуть-чуть подальше персонаж ну примерно то же самое осталось у нас 4 игры вот это наверное игра особо не не требует никаких объяснений наверняка все ее видели она часто встречается я специально конечно искал себя Anarchy Edition Anarchy Edition в которую входят какие-то какие-то бонусы я даже толком не разбирался игрушка неплохая на мой взгляд сейчас вот Rage 2 выходит продолжение которое мне визуально по стилистике он мне нравится гораздо меньше то есть здесь как-то было ближе к Mad Max что-ли а вот новый сейчас второй он весь там розовые цвета весь какой-то такой она тоже не скажу что была провальной но не зашла настолько насколько видимо хотели чтобы зашла разработчики это издателем Bethesda была и ID Software либо id Software кто как ее любит называть даже здесь вверху мы видим что от создателей Дума и Quake то есть собственный движок они там сделали все что-то пытались амбициозная была игрушка но к сожалению наверное не собрала полный фарш зато здесь у нас красивая красивая внутренняя внутренний арт такой есть что как говорится всегда приятно диск в отличном состоянии у нас здесь есть талоны на какие-то бонусы с кодами какие-то машины какие-то карты я даже не знаю толком посмотрим потом наверняка оно уже все использовано мануал мало ли мануал цветной или нет нет черно-белый нет цветной даже не сразу заметил здесь карты какие-то цветной ничего особенного все простенько но лучше с ним чем без естественно мне нравится накатка на диске такой арт немножко какой-то другой не в стиле в общем ничего сверхъестественного но вполне интересная штука мне давно хотелось взять ее и попробовать сейчас поиграть три игры у нас осталось и нас на очереди стартрек игра по фильму как ни странно я знаю да что по фильмам всегда все так себе не очень хорошие игры но в данном случае почему-то я помню что я ее запустил и она мне понравилась я ее прошел наверное процентов на восемьдесят мне так кажется и ну остановился просто потому что что-то там другое мне интересное а так в целом вот особенно начало было классно потом она в серединке она стала проседать а вот начало не знаю как-то может быть на эмоциях после фильма я не знаю но мне она зашла тогда в то время сейчас я не знаю сейчас нужно будет попробовать посмотрим как пойдет в любом случае мне кажется для поклонников стартрека ну новых новых фильмов я не имею ввиду классический сериал а вот именно этого нового фильма с этими актерами по-моему это прям чуть ли не must have потому что ну потому что она вполне дополняет фильм вы можете побегать за этих персонажей то есть неплохо здесь здесь есть кстати вот я вам сейчас покажу есть такой бэкард но как видите он такой странный то есть вроде бы картинка и в то же время здесь реклама какого-то магазина куда-то что-то там отправьте заполните странное решение первый раз вижу чтобы на бэкард обычно вот это вставляют отдельной тонкой бумажечкой а в данном случае почему-то решили вот так вот она кстати вот такой бумажечкой вставляют почему они решили продублировали зачем-то ну и довольно тоненький мануал черно-белый ничего сверхъестественного естественно нет ну как я и говорил сегодня прям уж таких особых раритетов не будет вот просто такие стандартные штуки которые вполне коллекцию могут дополнять от бандай намка бандай намка выступили как издатель номер блес 01792 и давайте год еще скажу 2013 года игра и что же близится к финалу наша распечатка все равно вот видите все равно получается долго я не знаю почему вроде бы я стараюсь все это ускорен в ускоренном режиме вроде бы долго не рассказывать супер подробно не останавливаться все равно как-то долго окей предпоследняя игра на сегодня Тин Тин приключение Тин Тин секрет единорога да единорога во франции этот персонаж очень известен поскольку он не французский бельгийский но тем не менее франкоговорящий скажем так и персонаж очень-очень известный с очень давних времен там я не помню точно по-моему в 50-х годах первые комиксы о приключениях этого персонажа но в данном случае игра сделана по фильму фильм мультфильм фильм как хотите Джеймс Кэмерон вместе с вместе с Питером Джексоном вот они объединились и сделали такой мультик я не скажу что что мультик был сильно успешный на мой взгляд он прошел довольно тихо он неплохой ну и звезд с ним не хватает такой Индиана Джонс для детей скажем так то есть на мой взгляд он добрый поучительный но сейчас не те времена чтобы мультфильмы добрые поучительные становились популярными сейчас в основном что-нибудь ааа руби ломай ты помнишь мультфильм этот? ты смотрел его? да я помню я помню я даже возможно уже играл в одну игру из тинтинов возможно я помню на боксе именно вот эту игру на боксе мы играли но сам мультфильм ты помнишь? вот сам сам фильм как они на корабле там плыли потом в общем игра по сути повторяет и дополняет историю фильма она неплохая неплохой приключенческий такой хотел сказать боевичок но по сути нет просто приключенческая игра мануал черно-белый ничего особенного белый белый фон от юбисофт игра вышла она в 2011 году номер блэсс 01306 в общем то все единственное что хочу сказать игра наверное тоже не очень прям уж таки частая хотя и не супер раритет но как я уже говорил игры по фильмам в данном случае Paramount выпускал фильм игры по мультикам вот таким вот они все равно ценятся чуть выше чем все остальное ну и последняя игра в этой посылочке все у нас тут пупырка одна ничего больше это трансформеры война за кибертрон в принципе это первая первая игра в моей коллекции по трансформерам по моему если я не ошибаюсь их их 6 или 7 ну я хотел бы наверное собрать весь сет особенно мне нравится ну даже не то чтобы нравится но она действительно нравится но важно то что последняя часть вот трансформер Devastation она же от Platinum Games то есть для меня это просто по-любому она мне нужна просто потому что я уже говорил в начале я хочу собрать игры Platinum Games все игры Platinum Games в том числе поэтому раз уж у меня мне нужна будет Devastation и у меня уже есть это то конечно же потом ну как как так бросить и не собрать весь сет то есть нужно будет по трансформерам зайти как говорится но хочу сказать что это наверное будет не очень просто игры по трансформерам почему-то они все довольно таки редкие довольно таки денежки за них приличные просят но в данном случае вот эта игра мне досталась за копейки как и в общем то вся эта посылка почему так много дисков потому что там все буквально за копейки было и большое спасибо тетеньке которая продавала это все мало того что это все стоило копейки она мне еще и оффер предложила бесплатную пересылку это вообще для меня было загадочно ну видимо бывают люди которые ну просто у них накопилось они хотят избавиться от каких-то старых вещей которые не нужны и она вот так вот просто так здесь у нас осталось посмотреть только мануалом немножечко помяты в целом в общем и целом состояние всех игр дисков от нее я доволен там единственная наклейка вот эта на walking dead была и коробочка сама в остальном все диски в хорошем состоянии с мануальчиками все как положено здесь та же история ничего интересного мануал простой скучный черно-белый чуточку помятый но это не страшно здесь сзади у нас реклама игрушек от Hasbro естественно трансформеров правильно же от Hasbro да вот Hasbro логотип ну мне кажется другого и не может быть Hasbro это пожизненные владельцы прав на трансформеров поэтому наверное всегда они будут что же в общем то вот и все закончилось закончилась наша распаковка давайте я вот все что мы сегодня в этот раз у нас получилось много игр ну да если если смотреть с этой стороны то первый ролик там было всего 4 игры второй ролик еще круче там всего 2 игры но при этом он был аж 44 минуты по-моему не знаю насколько длинным получится этот я постараюсь его там как-то урезать ну извините но по-моему я уж старался по полной программе сегодня все делать шустро никаких там ну хотя может быть можно еще шустрее в общем не знаю как получилось так получилось у нас теперь есть довольно неплохой рекорд да есть интересности в сегодняшних посылочках сейчас будем искать место кого куда нужно ставить на полочку в общем это уже нюансы и на сегодня все спасибо вам что посмотрели не забывайте рекламировать хотел сказать комментировать не забывайте комментировать вы знаете что для меня это самое важное все что вы думаете по этому поводу если вам есть что сказать ну и там вопрос который я задавал тоже если знаете на них ответ пожалуйста напишите в общем на сегодня все наверное и будем прощаться ты хочешь что-то добавить ты не хотел что-то сказать про я знаю я хотел что-то сказать в общем то что то что в начале я показывал ну я думаю большинство конечно же догадались что это была шутка но я решил сказать об этом только в конце что это шутка и вот посмотрим если вы что-то уже успели написать в комментариях малая что за бред какая-то редкая игра то не удаляйте пожалуйста будет интересно посмотреть сколько людей это на самом деле очень нередкая игра фифа любая в принципе фифа это ну грубо говоря мусор у меня она появилась просто из-за того что мне нужна была коробка я уже ее заменил мне нужна была чистенькая новенькая коробка поэтому у меня была фифа и вот я заменил ее на поломанную теперь ее ну в принципе она никому не нужна мне кажется ну разве что фанатам футбола да и то в общем вы поняли суть это была просто шутка и все на этом все будем говорить вам пока всем пока говори всем пока давай как по стартреку ох какой-то нелегко ты умеешь так делать? вот так да а говоришь что-то нужно или а вот этот палец куда кстати так или так так и думаю типа оуэ какой-нибудь нет просто всем пока по стартрековски всем пока по стартрековски да всем пока пока